Вы знаете, утром мы с вами говорили на картине Рембрандта, важно осознать, я вот делился своими переживаниями, что я одновременно и сын, и отец. Я одновременно тот, кто нуждается в прощении, и тот, кто должен прощать. Я одновременно тот, кто нуждается в милости, и тот, кто должен проявлять милость. У Микеланджело, когда мы смотрим на его пьета, мы видим я и сын, и одновременно мать. Я понимаю, что для нас, может быть, для ума, особенно протестантского, это несколько странно звучит, но Микеланджело специально эту скульптуру сделал из цельного карарского мрамора. Он взял одну эту глыбу и сделал эти две фигуры, словно цельные, они словно сливаются в одно, и в этом слиянии жизнь и смерть, вечная и временная. Это, по сути, то, что каждый из нас переживает, драгоценный. Так ведь каждый же из нас переживает, с одной стороны, временность. Поэтому нас смерть пугает. Так замыкается круг, и тут нам становится страшно что-то менять. Страшно перемен. Их требуют наши сердца. И одновременно пугают нас эти перемены. Мы боимся. И в то же самое время мы ощущаем в себе что-то вечное, что не закончится с нашей физической кончиной. И вот этот внутренний сплав вечного и временного, он словно наполняет нас. Я еще раз говорю, конечно, некоторые говорят, ну, Виктор, тут вечное получается показано в виде Марии, это католический взгляд. Здесь дело не в католическом взгляде. У Микеланджело вообще было особое отношение к женщинам. Почему? Потому что он в 6 лет потерял мать. И у него по тоскам по матери была всю жизнь. И в принципе, вот если вы обратите внимание на его творение, у него там всегда у женщин главные роли. Даже в знаменитой Сикстинской капелле, когда он изображал предков Иисуса, он же бы мог изобразить предков по мужской линии, а он показал предков по женской линии. И в этом произведении тоже у него Мария играет главную роль. Это как некая вот эта внутренняя, вечная точка. Скажешь, как это Иисус может быть временным? Ну, мы напомним, что Иисус же был не просто Сыном Божиим, Он также был Сыном Человеческим. Как человек Он родился, прожил жизнь, служил и ушел. Мы знаем, как Сын Божий Он воскрес. Но если мы сейчас посмотрим глазами мамы, мамы на своего сына, вот она смотрит на круг жизни, который прошел ее сын. Она видела, как он рождался. Она видела, как он был у груди и пил ее молоко. Она видела, как он бегал с ребятами. Она видела, как он там в 12 лет потерялся в храме. Помните все эти истории? Она видела, как он там учил и проповедовал. Она многое не понимала и хотела прийти, как все мамы. Кажется, что дети что-то делают не так. Не о том говорят. И вот она видела, как его арестовали. Она слышала, как орали, распни. И вот у нее вот все. Круг-то завершен. Закончилось все. И она словно смотрит на своего сына. Ведь и случайно вот эта статуя, она словно как крест. Вертикаль, вечный божественный взгляд. И горизонталь. Временная, суетливая, начавшаяся когда-то и закончившаяся когда-то существование. И послушайте, вот я хочу поделиться тем, что я пережил не так давно, когда я смотрел в ее взгляд. Мне было так интересно. А что же это за вечный взгляд на наше временное бытие? Можно вот крупное ее лицо, наиболее лучший слайд, который показывает ее лицо. Что же это за взгляд? Смотрите, в этом взгляде есть утрата, есть скорбь, но вы в этом взгляде и видите ужас? Нет. Трагедию? Нет. Есть печаль, а трагедии нет. Есть внутренняя скорбь, но ужаса нет. Словно вот в ее глазах она смотрит на тело своего сына. любовь. Любовь, о которой Павел говорит, пребывает вовек. Божественная, божественная любовь. Точно так же и мы в нашей жизни что-то происходит, начинается и заканчивается. И, к сожалению, многие вещи, происходящие в нашей жизни, они очень трагичны бывают. Много драм, много боли. Как помните, в Псалме сказано, наша жизнь 70, при большей крепости 80. Микеланджело 80 прожил. И лучшая пора, большая пора из них какая? Труд и болезни. Сегодня многие, я смотрю, там немало христиан уже, которые в этом году такие потери пережили. Близкие люди уходят. Столько трагедий, у кого-то бизнес накрылся, у кого-то еще какая-то беда. И ты смотришь словно на это. И вы знаете, если мы с вами войдем в этот временный взгляд и будем вращаться вместе с суетой, то нас точно так же будет лихорадить, как весь остальной мир. Потому что Бог нам дал что-то особенное, вот эту внутреннюю точку. Потому что неделимый не атом, дух наш, из которого мы можем смотреть на временные, проходящие, часто трагические вещи. Переживать, плакать иногда. Но в жизни настоящего, познавшего Бога человека не может быть этого ужаса, трагедии. Есть этот фантастический мир, который, Павел говорит, превыше нашего земного суетливого ума. Проблема, когда что-то в наших жизнях происходит. Я общаюсь с верующими. Ой, пастор, вот это, вот это. И я смотрю, а он там крутится. Я говорю, подожди, подожди, ты-то где? Да я вот, вот, вот в этом всем, вот в этом. Люди приходят, знаешь, на собрание, такое чувство. Ой, тут пробовать послушаю. И побежал опять. Вот это. Это же правда, что жизнь многих верующих, да что там говорить, жизнь многих служителей, проповедников, можно назвать суета, сует. И при этом мы пытаемся что-то кому-то доказывать, мы пытаемся что-то кому-то проповедовать, мы пытаемся что-то кому-то объяснять. Они смотрят на нас и думают, да ты точно такой же, чем как мы, только еще религиозный. Вот и вся разница. Им почему-то не хочется такой веры, потому что они не видят вот эту разницу, потому что мы часто сами ее не видим. И именно эта разница, она и воплощена в этой картине. Вот этот вечный взгляд нашего духа, неизменный взгляд на все и плохое, и хорошее, что проходит в нашей жизни, что дает нам мир в любой ситуации, дает нам покой, что бы ни произошло, что бы ни случилось, причем заметьте, в глазах ведь Мария неравнодушие. Любовь, но это любовь умиротворенная. И я... Продолжение следует...